Особое мнение на 101FM Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте через форму анонса ихакирова.ру Пожалуйста, мы читаем и озвучиваем Ну а сейчас к нашим вопросам перейдем Новость вчерашнего вечера, я бы так сказала Потому что появилась она в районе 5 часов Арбитражный суд приостановил строительство мусорного полигона в Осенцах из-за птиц Прислушался арбитражный суд к общественно-государственной организации ДСА в России Который указывает в своей жалобе, что мусорный полигон место скоплений пернатых якобы Которые возможно помешают взлету и посадке до воздушных судов, пусть даже и небольших Я насколько понимаю, сегодня арбитражный суд собирается снова по этому же вопросу Я звонила до эфира в городскую администрацию, знаю, что вчера было совещание Ну значит решение качательное не вынесено, так получается Пока еще, да, комментариев никаких по этому вопросу нет Ну слушайте, сама ситуация по себе, она конечно не очень красивая Да, вообще странная В мае первую очередь, так скажем, осенцев должны были сдать уже в эксплуатацию Я так понимаю, что вот-вот должны были приехать комиссии Уже все есть, уже вложились, уже там, извините меня, все оборудовали И подложку положили, и все приготовили, и вот раз и все А насколько я понимаю, у компании САХ сейчас, вот как раз в этом году Заканчивается действие всех вот этих вот экологических разрешений, экспертиз И если они не сдают в мае, экспертизы придется переделывать Это значит, что сдача полигона в очередной раз затянется А в декабре у нас полигон в Костино должен быть закрыт Мы мусор, видимо, во дворах будем складировать Вообще ситуация очень странная, мы же помним, что в ведении ДОСАФ этот аэропорт был передан в 2013 году, если я не ошибаюсь Ну вот я, честно говоря, в годах могу путаться Да, в 2013 году Ну, 2014, это самые крайние сроки С того времени, у нас сейчас 2018 год А для этого он, Юрий Львович, кому принадлежал? Он принадлежал когда-то тоже давным-давно ДОСАФ Потом ДОСАФ был расформирован Был неопределенный статус участка А потом именно вот эту территорию передали воссозданному ДОСАФ 2013 год Да, если я не ошибаюсь, 2013 год И с того времени они должны были утвердить схему аэропорта с разрешенными и запретными зонами Это делается совместно с Министерством обороны, с правительством Кировской области, ну и так далее Там есть определенный перечень интересантов, которые должны утвердить эту схему Вот сейчас у нас на календаре 2018 год Такой схемы не существует, насколько я знаю Поэтому закон или все требования в отсутствии схемы Большой вопрос Подождите, а как тогда арбитражный суд принимал решение? Ну, бывают и ошибки в арбитражных судах тоже Хотя это такая организация очень достойная Ну, всяко может быть Ну, не разобрались до конца Поэтому вы сегодня сами подтверждаете, что идет дополнительное рассмотрение этого вопроса в арбитражном суде И вот такая постановка вопроса в отсутствии схемы Этого объекта по запрещению Не может привести к тем действиям, которые провел вчера суд Потому что это накладывает, во-первых, запрет на все строительные работы, ведущиеся в так называемой зоне аэропорта Ну, там птиц не бывает Ну, у нас есть, возьмем, давайте, зверохозяйство, на которое птицы летают Видимо, подразумевается, что на полигон они будут летать в большем количестве Хотя, вообще-то, на старте работ нам заявлялось, что все будет изолировано Любые строительные работы, будем так говорить Которые находятся в зоне аэропорта Должны получать, иметь разрешение Может, там высотку, 200 этажей кто-то строить будет, да? Может, меньше Поэтому все равно разрешения должны такие быть Но так как не существует самой схемы С разрешенными и запретными зонами То решать этот вопрос виртуально невозможно, в моем понимании Юрий Львович, ну вот мы уверены, что схемы не существуют? Может быть, она есть? Нет, ее нет, потому что она должна определенным способом утверждаться И, насколько я знаю, людей, которые изучали вопрос о наличии такой схемы Мне утверждают, что такой схемы не существует Ну, во-первых, это достаточно затратное мероприятие ДОСАФ, наверное, не самая богатая Хотя была в свое время очень богатая организация Надо потратить средства Надо сделать заказ, разместить такой Согласовать с Министерством обороны С правительством Кировской области Ну, там много есть факторов По решению этой проблемы Я думаю, что в отсутствии такой схемы Так выносить вопрос О запрете И выходить в суд Наверное, не совсем законно Хорошо Прогнозы дела... Ну, до конца не уверен Суду у нас все разберется Дождемся информации после обеда Слушайте, ну вот прогнозы дела неблагодарные И предположения тоже дела неблагодарные Но ситуация... Ну, тогда придется все наши схемы закрыть К 1 декабря 2018 года И... И? И что? И куда? И смотреть телевизор Нет, ну мы в любом случае Будем производить определенное количество мусора Который куда-то нужно будет девать Вот никуда его будет девать Я думаю, что администрация города И правительство области Примет решение Слушайте, а вот этот шаг Шаг ДСААФ Ну, это знает только ДСААФ И гадать на кофейной гущей не собираюсь А почему именно сейчас? А раньше нельзя было? Ну, это знает только руководитель ДСААФ И никто более Хорошо, мы постараемся Руководителя ДСААФ В эту студию заманить Да, лучше у него спросить Он точно вам скажет Почему так Но вам, как кажется Администрация города А если арбитражный суд Примет решение Не в пользу СААФ И не в пользу полигона Что будет город делать? Думать Думать? В Думе? В том числе и в Думе, наверное В том числе депутатам городской думы Придется заняться этим вопросом Нет, ну подождите А вот гарантии какие-то Что там не будет Большого количества пернатых Они не будут туда слетаться Может быть Министерство охраны окружающей среды Даст такие гарантии Я думаю Когда придется решать этот вопрос Найдутся те люди Которые компетентны В общем, сначала надо выяснить Есть ли схема Если схемы нет Значит, весь сыр-бор Бесполезен, вы считаете? Бесполезен и несерьезен Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы Хотя схема такая Должна обязательно присутствовать Так А как-то вот запросить ее Обязать Есть ли это компетентные органы Которые, наверное Проявят Прокуратура Это же объект Который имеет особый статус Его соответствующим образом Должны эксплуатировать Если нарушается правило эксплуатации Его могут закрыть объект Это мы имеем ввиду аэродром Конечно Это тоже может быть Какая интересная история получается Если его неправильно эксплуатируют Если нарушение То можно закрыть Вышел без схемы В арбитражный суд Я не знаю, является ли это главным фактором И сейчас будет установлен этот факт Возможно, аэродром может быть закрыт Может быть Ну или другие факторы могут найти Быть обнаружены Компетентными органами Что-то прям вообще Страшное будет происходить Я чувствую Ладно, дождемся сегодняшнего решения Арбитражного суда Хотя разрешение на эксплуатацию Существует Существует Выдано Иначе строительство бы не начали Нет, я про аэропорт говорю А, вы про аэропорт Там же осуществляются взлеты и посадки Ну и разрешение на строительство Тоже выдано Соответствующими компетентными организациями Так что они между собой Будут решать этот вопрос В общем, это как всегда в России Не досчитались нужные бумажки В самый ответственный момент Юрий Шлеминзон Депутат Кировской гордумы В нашей студии Мы, наверное, и перейдем к вопросам Которые городская дума Будет обсуждать завтра На очередном заседании Один из самых громких вопросов Это история с нестационарными Торговыми объектами в Кирове И их дальнейшими перспективами В связи с правилами С изменениями в правила благоустройства Ну, во-первых, это не самый большой вопрос Это правила благоустройства То, что они приняты В том виде, в котором мы видим Это, конечно, очень Погодите, они не приняты еще Ну, будут приняты, я думаю Уверены Ну, они прошли комиссию Они прошли общественное слушание Я думаю, практически на 100% Уверен, что они будут приняты И комиссия одобрила сокращение количества Нестационарных торговых объектов в Кирове Отпишут наши коллеги из навигатора Примерно в два раза Речь идет о тех объектах Которые расположены на придомовых территориях По этой части не все депутаты Назначно голосовали Будем так говорить Мое личное мнение в этой части Что, хотя если Вот сегодня нам показали Прокуратура проверила законность Призналась законом Но в моем понимании Именно только вот в этой части Все остальные части Правил изменений Да, они меня удовлетворяют И очень хорошо, что они появились Считаю, надо провести огромную информационную работу По информированию всех служб Граждан о том, что такие правила Сейчас, Юрий Львович, мы к ним перейдем Давайте сначала с киосками С киосками Ну, вот в этой части я Не сторонник киоска, честно скажу Я не большой любитель Вот этих невзрачных киосков И которые находятся еще Не в совсем благоприятном виде И где иногда проходит торговля Специфическими продуктами Но закон на самом деле Собственнику разрешает делать Все, что не запрещено законом Придомовая территория Это собственность собственников И поэтому принимать решение Можно только в рамках закона Если под определенный вид деятельности Закон запрещает размещать что-либо В частности, нестационарный торговый объект Ремонт обуви, например Или что-то другое То это не должно быть Если рекламные конструкции Разрешены законом размещать То никто не может запретить их не размещать В тех правилах В которых они должны проводиться Так, Юрий Львович И вот такой нюанс Мы воду разрешаем продавать в автоматах На придомовой территории А ремонт обуви мы запрещаем делать Ну это нелогично, наверное Мои понимания Я прошу прощения У нас пауза небольшая, полуминутная И мы вернемся в студию Продолжаем программу Особое мнение С депутатом Кировской гордумы Юрием Шлемензоном Говорим о перспективах Нестационарных торговых объектах На придомовых территориях В городе Кирове Остановились на том Что как-то избирательно Депутаты городской думы Подошли к нестационарным торговым объектам Это не депутаты Это предложение администрации города Хорошо, хорошо Администрация города Ну депутаты Вы же говорите, что кто-то за, кто-то против Те, кто за, точно неоднозначно подошли Киоски с водой ключ здоровья можно Мы не говорим ключ здоровья Хорошо По реализации питьевой воды По реализации питьевой воды Торговые автоматы Хорошо Вот И о киоске Ремонт обуви, ярмарки Летние кафе Овощные киоски нельзя Нельзя, да Нельзя Хотя собственником земли И в том и в другом случае Являются жители дома На территории которого размещен объект Да Вы против запрета на их размещение? Она соблюдает закон Я против киосков На самом-то деле Я не сторонник этих невзрачных киосков Которые неблагоприятно виден Портят действительно облик нашего города Но есть закон Который Не запрещает делать все То, что не запрещено законом Если рост потребен От зоны На Торговый Для того, чтобы открыть торговую точку Надо получить определенные разрешения Да Если он Не запрещает Все правила Размещения объекта Соблюдается Собственник имеет право Размещать его на своей территории Или же мы должны У нас есть схема размещения Стационарных торговых объектов Городских Да? Существует На городской земле На муниципальной земле На муниципальной земле Да Она может быть совмещенная Наверное Такой вариант Тоже Но предлагал Начальник теруправления По Нововятскому району Геннадий Плехот Да Не самое плохое предложение Если это будет включено В общегородскую схему Это очень хорошо А как можно включать В общегородскую схему Участки земли Которые городу не принадлежат Мы же говорим Не о сдаче в аренду Этой земли городом А о разрешении Схема это что? Способ разрешения Размещения объекта В одной части Она включает аренду Муниципальной земли А в другой части Это будет включать Аренду Которая будет Собственник земли Брать с Того Ну условно частной Частной земли Да Частной земли Схема же Говорит о том О порядке Размещения А не Просто об арендной плате За данный объект Ну вот это мы сейчас О прекрасном будущем говорим А все-таки Вот если мы к завтрашнему дню Обратимся И к перспективам Скажем так Вот этого Пункта в правилах Собственник земли Выйдет в суд То есть если завтра Утверждается Этот пункт В правилах благоустройства Собственник объекта У которого заключен Договор аренды С жителями Да Нет не Собственник объекта Собственник земли С жители То есть Выходят в суд Конечно А протестовывают Этот пункт Нет Не этот пункт Именно касающийся Конкретно На их земле Наличие Наличие объекта Ну и несколько Как-то неопределенные Там тоже есть такая форма И через определенное время Объект остается Все-таки Скорее всего Он должен остаться А зачем А зачем тогда Такое изменение В правилах благоустройства Которое не будет работать Сложно сказать А прогнозы Ну вы сказали Вначале Не уверены Что Ну вы же знаете Как работает закон В российской федерации Не вызовет споров Так это что А вот вы сейчас Предполагаете Что завтра Депутаты Городской думы Дружно проголосуют За Или дружно Проголосуют Против Или снимут Или снимут Этот пункт Не могу сказать В целом Проголосуют За Конечно За правила За правила Да А пункт Это оставят В них Или нет Я не видел Чтобы кто-то Вносил поправки Если кто-то Внесет поправки Будут отдельные А в процессе заседания Это можно сделать Конечно Интересно Регламент позволяет Хорошо Вы сказали Что вы против киосков Вообще Вот есть же разные На самом деле Возможно Которые плохо выглядят Да Вот есть пример Я был совсем недавно На одном совещании В городе Москва И Мэр Города Ярославля Делал презентацию Городских киосков Так называемых Нестационарных Объектов Но они правда Эстетически выглядят Очень красиво За год они Поменяли Если не ошибаюсь 531 Такой объект Объект Каждый Не менее 30 квадратных метров Он должен быть С внутренним помещением То есть Не заглядываешь Там Какое-то окошечко Заходишь в помещение То есть это мини-магазин Да Мини-магазин Большинство из них Привязано к остановочным Павильонам В хорошем исполнении Они сделаны Все эти Помещения имеют Биотуалеты Ну понятно Что тепло Вода Разного способа Подачи Она есть Обязательная Чтобы можно было Внимать руки Да Сделано это За счет Предпринимателей Но Арендная плата Этого места За 8 лет Составляет 237 Или 38 тысяч Всего рублей Ну то есть Получается По 30 тысяч В месяц Да Минимум на 8 лет Отдается Эта территория В пользование Владельцу То есть Предприниматель Который вкладывает Деньги в оборудование Объекта Знает что в течение 8 лет Его с этого места Не выгодят Я видел Во-первых Они все Плиткой Территория Облагорожена Ну И он Соответственно Следит за этой территорией И остановка Содержится Да Остановка Содержится Вот Кирову Хорошо бы было Пойти по такому пути И снег они С этой территории Не сбрасывают На дорожную часть Убирается Вовозится Это реально Вот Подтверждает Что это происходит Ну С придомовыми территориями Наверное Сложно будет Это сделать Или нет Все таки Остановочные Павильоны Это земля городская Я так понимаю Да То есть там Город регулирует вопрос А здесь-то будет сложно Городу регулировать В какой части Ну а как Вот Как они обяжут Те павильоны Которые стоят Не на городской земле Выглядеть одинаково Территорию убирать Еще что-то делать Ну Я думаю Что Владелец Скажет Я тут собственниками Договорился Что я раз в неделю Снег грибу И все Нет У нас есть По поводу снега И все остальное Это общие правила Городские Они действуют на всех И там все это оговорено И на придомовые территории Совершенно верно Отдельно Выделено А внешний вид И внешний вид Как должен быть Кому предъявляются Требования Вот я хотел бы Продолжить Тему наших правил Благоустройства Да Что я думаю Кроме информационной политики Большой надо провести Даже если она будет затратной Она даст потом все равно Свой результат Но кроме этого Я думаю Что еще будет масса поправок В административный кодекс Потому что мы же сами знаем Если у нас нет наказания Определенного вида За нарушение То этот закон Не работает никогда Еще главное Чтобы поймать человека На месте преступления Так сказать Неотвратимость наказания А то если она просто прописана Знаете С этим не так просто Вот даже вот Если мы будем говорить Об информации Которая должна размещаться В определенных местах По определенным правилам Мы говорим не о рекламе А информацию Объявления Да Объявления Да Ну бесплатные Так называемые объявления Хотя их Практически Это вот такая Прерогатива Российской Федерации Вот в других государствах Такого Правила нет И не существует На самом деле Размещение Бесплатной информации Я между прочим Видела в Испании На столбах Объявления о пропаже животных Не ну это такие Очень редкие вещи Никто их не срывает Не срывает Да Я тоже их видел Хотя там есть Специальные информационные Стендики Такие для размещения Такой информации А вообще Как борются Вот те Которые более Странные Которые знают Как с этим В местах размещения Размещают рекламу А на рекламу Рекламу очень редко Когда кто-то Что-то размещает И это Законодательно Можно определить Кого он оказывает За это дело Там есть уже Интересант И собственник рекламы Он будет очень Переживать И бороться Чтобы его рекламное Материал За которое он Платил деньги Не заклеилось Да Да и технически Этим надо бороться Это первое Что не должно быть Плоских поверхностей На неплоские поверхности Размещать Невозможно рекламу То есть почему Еще в царское время Если кто-то обращал внимание У нас стояли фонарные столбы Чугунные Да То на уровне там Роста человека Чуть-чуть повыше Они были в пупырышках А дальше шла Гладкая часть Для того чтобы Нельзя было Размещать Никакие объявления Ну ничего не Не слушайте Ну вот в некоторых городах Борются с размещением Объявлений на столбах Ну сетку Путем обматывая их сеткой И это ужасно конечно выглядит Не хотелось бы Чтобы так было в Кирове В том же правилах благоустройства Наша сеть Которую мы будем В ближайшее время Переобразовывать И большие работы Предстоят по Благоустройству наших Световых сетей И город наш Все же будет В ближайшее время Я думаю Таким что У нас проезжую часть Будет видно И будет видно Пешеходов Я очень надеюсь Преобразование Программу Которую Благодаря влиянию Депутатов Разработала Городская администрация Она войдет в жизнь Ну там сначала Пройдут некие Преобразования Предприятий Которые этим занимаются Укропнение их Они станут Более эффективны Если мы Видим последнюю информацию Когда Кировсвет Зарабатывает 60 миллионов 38 из них Тратил на свою Собственную заработную плату Понятно что Таких преобразований 22 остается все таки Ну да Ну о больших преобразованиях Вести речь Очень сложно Но я думаю что Новые менеджеры Пришедшие в нашу Городскую администрацию Этим вопросом Займутся вплотную И преобразования В этой части Произойдут И город наш Будет безопаснее Все же Так что еще В правилах Какие изменения Вот такие прям Ключевые Кардинальные Есть что-то К чему люди Должны быть готовы Ну ключевые О том что Снег нельзя Будет У собственников В здании И помещении Выбрасывать На проезжую часть То есть сейчас Это вообще Никак не зарегламентировано Ну практически Нет Так нельзя Будет выбрасывать Вот снег Который с крыши Убирает Его надо убирать А не Непонятно где Складировать Были же какие-то Нормативы Которые предписывали Его вывозить После того Как уборка завершена По-моему В течение 8 часов Я точно не помню Но есть Какое-то время Ну что По размещению Информации Вот изменения Такие произошли К чему готовиться После того К правилам В силу вступят Собственники Будут отвечать За состояние Этого И будут нести Ответственность Но кроме Собственников Будут привлекаться Непосредственно Как сейчас Вот я вам Точно скажу Давайте В тихих интересах И почему поручение Осуществлялось Размещение Информационных материалов Это конечно Очень сложный вопрос То есть рекламодателя Будут наказывать Ну якобы да Рекламодателя Но его проще найти Чем расклейщика Объявлений Конечно Конечно да Но сказать Что это именно он Тоже опять сложно А он скажет Я не давал Поручение повесить На столбе Конкуренты Вредители сделали Да Такое тоже может возникнуть Я вообще Вот Несторонних Размещения Такой информации Это ну наверное Жизнь сложилась У нас Что надо размещать Таким способом Информацию Хотя есть другие же Их достаточно Уже немало Источников Где можно Размещать информацию А не этим В каменном веке На листочках Писать Писать И клеить Непонятно На столбе Юрий Львович Во первых Реклама в СМИ Стоит дорого Не все могут себе позволить Это раз Второе На самом деле Есть реклама Которая не только В СМИ Размещается В интернете Размещается В интернете Да Второе В почтовые ящики Не все любят Когда у них Завал рекламных листовок Я про почтовые ящики Не говорю Совершенно Да В-третьих Сарафанное радио Все-таки Знаете Вот повесил На столбе объявления Кажется Что вот Вот эти-то точно Не обманут Потому что Потому что Они Небогатые Значит Честные Как в других странах Пережили этот момент Я тоже думаю Что в какой-то период У них тоже висели Такие объявления Но сейчас Их не видно О том Что там Сегодня Продаются гвозди А завтра Юрий Львович Надо вы правы Размещать просто щиты А завтра бетон Щиты Щиты информационные Для расклики Таких объявлений Неправильно это Неправильно? Неправильно Потому что В основном Размещается На самом деле Коммерческая реклама Коммерческая Еще раз подчеркиваю На замочки щиты За какую-нибудь Не очень большую денежку Ну вот тогда да Потому что 90 поверьте И более процентов Вот этих объявлений Это коммерческая реклама Никакого отношения О том Что я хочу вам передать Котят или собачек Или там Потеря животных За которую я Думя руками Был голосовать Чтобы она была Но 90 и более процентов Это коммерческая реклама Из-за нарушения Правил размещения Коммерческой рекламы Считаю Что надо наказывать Она доступна К оплате Поверьте Но вот пока не очень понятно Кого и как это будет работать Если человек продает бетон Это же не организация Которая Владеет Юрий Львович У нас каждый четвертый стол Будет изуродован Надписью Продаю бетон Или там Укладываю асфальт Нет подождите Вот рекламодателя Накажут один раз Он перестанет Размещать Один раз Ну хорошо Два раза накажут Если он не поймет С первого раза Он перестанет размещать Эти объявления Конкуренты Возьмут Да и наклеят Вы же сами говорите Ну придет Другая стадия Разбираться В этом вопросе Я думаю что Не такой же Вредный народ У нас проживает Что все время Такие вещи делать В общем так Значит рекламный мусор На столбах Это плохо Но как будут работать Измененные правила Благоустройства Еще надо посмотреть Надо посмотреть Юрий Шлеминзон Депутат Кировской Городской думы Очень неоднозначно В нашей студии С неоднозначным отношением К новому документу У нас реклама Двухминутная Мы вернемся Особое мнение На 101FM Юрий Шлеминзон Депутат Кировской Городомы В нашей студии Мы продолжаем Программу Особое мнение Правила благоустройства Завтра измененные Будет обсуждать Принимать Городская дума Принимать Уже обсуждение было То есть все В рамках принятия Конечно будут Что же вы так Дайте вашим коллегам Возможность Все таки В последнее слово Сказать Хорошо Еще одна тема Которая так Косвенно тоже связана С несационарными Торговыми объектами Вы сами Собственно ее Заявили Когда рассказывали Про Ярославль И про НТО Которые находятся На остановках Остановки обслуживают В связи с чем Тема остановок возникла Последний ураган Субботний 12 поврежденных Остановок Две из них Безвозвратно Утраченные Как я понимаю Где-то снесло крышу Где-то снесло крышу Где-то что-то помяло Где-то упали Деревья Это в Вересниках В вашем Кстати округе Депутатском Проблема с деревьями Два человека Пострадала Юрий Львович Так вот Дмитрий Печенкин Отвечая Изданию Ньюслер На вопрос Как же так Почему же у нас Остановки-то такие Некрепкие Отметил Что каких-то Определенных Нормативов К остановочным Павильонам В Кирове нет Я думаю Что Главное Главное Чтобы у них была крыша И три стены Он сказал Вот так Упрощаю Наверное Главный же специалист У меня сложно С ним спорить Но я думаю Что в правилах По благоустройству Конечно Это не должно быть Отражено Но у нас есть Положение о малых Архитектурных формах И я думаю Что если поднять вопрос И обратиться В городскую администрацию Что я сделаю В ближайшее время Постараюсь Чтобы это было внесено Внесены определенные параметры Которые позволят Сделать павильоны Наши более безопасными Ну понятно Что форс-пранжур может быть Потому что Если мы Средняя Скорость ветра Ну максимально Планируем 15-20 Это практически ураган Да А вдруг ветер В 45 метров Ну порыв имел Может быть Да Поэтому это очень сложно Предугадать Такие параметры Мы все же не под Землетрясение Проектируем Большие Или там Под другие Стихийные бедствия Эти павильоны Хотя предупреждение А были Конечно в этот период Надо сократить Своё пребывание На открытых пространствах Ну это для людей Уже больше Ну да Для автомобилистов Для людей А то крыша прилетит От остановки Да бывает и дерево Может прилететь Тоже мы видели Знамя Но остановочные павильоны Все-таки летать И падать Не должны Ну да И у нас Крыши отрываются От зданий Хотя их проектируют Их утверждают Проекты Но крыши летают У нас летают Слушайте Ну нормативы-то Какие-то должны же быть Пропишут Я думаю Что пропишут Будем надеяться На это Потому что Я вам честно скажу Значит пропишут Остановочный павильон Который был У меня Вместе с Нестационарным Торговым объектом На остановке Возле моего дома Был установлен На кирпичном фундаменте И как-то вот Несмотря на все порывы Многолетние Ветров Ничего с ним не случалось И крышу не уносило И люди там Прекрасно От дождя прятались Значит хорошо Крыша была закреплена Вот И ее обслуживали Из правильных материалов Сделано И за ней смотрели А я иногда На наши Из профнасил Остановки смотрю В правилах Надо прописать Просто И тогда Мне вот кажется Что вдоль трасс В Кировской области Остановки такие Вот знаете Большие бетонные Такие конструкции Стоят Вот они недаром Там такие стоят Многие же использовали Для чего Не знаете что Нет В случае чего Страх Самого страшного Там Будут разместить Серьезно Даже укрыться От врага Ну да Или разместить Еще одна городская тема Юрий Львович Времени все меньше Остается К сносу аварийных домов В Кирове Начнут привлекать инвесторов Сообщает нам Сайт городской администрации И городской думы Хорошее благое дело С целью экономии Денег Но Давайте рассмотрим Ту ситуацию Которая у нас уже Зашла Когда тратились Бюджетные деньги Подписывались Акты выполненных работ Работы не проводились За это Есть конкретные Виновники Думаю что Их компетентные органы В ближайшее время Разберутся с этим вопросом Подождите Давайте мы Все таки уточним Что значит Работы не проводились То есть Был аварийный дом Приезжала некая компания Сносила Внешнюю часть Аварийного дома Теперь открываем Техзадание По которому Компания Выиграла Тендер Это же Через 44 Закон все проходило И там написано И там написано Что фундаментная часть Должна быть Убрана Котлован Засыпан Засыпан У нас как делали Все туда Весь мусор строительный Строительный Который разбирался Который не подошел На продажу Утрамбовывали Утрамбовывали Сверху присыпали Иногда землей И на этом заканчивали Ссылаясь на то Что там коммуникации Хотя Ни одна из фирм Как утверждает Депутат Иерухин Он проверял эту часть Ваш коллега Да Он не На земляные работы Разрешение На земляные работы Раз фундамент Убираете Должно быть разрешение Ни одна из этих организаций Не получала Так А что же теперь будет Соответственно Ну я думаю Что комитетные органы Разберутся И привлекут ответственных А кто ответственный Ответственная фирма Исполнитель И тот кто подписывал В городской администрации Акт выполненных работ А если замолчат Эту тему в очередной раз Как раз замолчатся Ну как А вот так возьмут И замолчат Скажут Да вот мы тут сейчас Проверяем И все А потом не слышно Не видно Есть порядок Рассмотрения Обращения Так как Депутат уже обратился Про Дениса Иерохина Мы говорим Соответственно Будет Проходить действие Какой-то будет ответ Не какой-то Тот который должен быть ответ Хорошо Привлечение инвесторов К сносу аварийных объектов Насколько реально Ну это правильный подход Нет Ну Юрий Львович Смотрите Если в центре города Сносится аварийный объект Мы знаем Там и так уже Инвесторы в очереди стоят Там все дома Сносились По федеральной программе Да И средства используются В федеральной программе Но есть объекты Которые будет сносить Городская администрация Есть такие Да И привлечь Инвесторов К этому Это очень хорошо Но для этого Надо уже Чтобы земля попала В собственность Этих инвесторов То есть Должен провести Аукцион По продаже Земли Который будет С обременением О сносе Там Аварийного жилья Или Обработки площадки А если желающих Не найдется Ну значит Тогда Должна делать Городская власть Вот и все За бюджетные деньги Конечно Других вариантов же нет Но будем надеяться Что эту тему Все-таки Каким-то образом Городская администрация Будет держать на контроле И депутаты Городской думы Будут держать Эту тему на контроле Потому что Вы прекрасно понимаете Что То что сделано Не позволяет На этом месте Не проводить Никакие работы Нам нельзя Там Ни скверы Не сделать Ни придомовую территорию Благоустроить Потому что Это опасно Для жизни Граждан Еще один опасный Объект Выявилась вчера Эта информация Появилась тоже На сайте Городской думы Я вам ссылочку Скидывала Да Нет Но на самом деле Угрожающе конечно То есть Висит новость На сайте Городской администрации О том что Значит Вот в Кирове Введен режим Повышенной готовности К обрушению Многоэтажного Жилого дома У тебя начинают волосы Шевелиться в этот момент Ты смотришь Что по адресу Северосадовая 6А Находится Пятиэтажка Пятиэтажка Вот Ничего не говорится Про людей Которые там живут Будут их выселять Не будут там Их выселять Там приведение Чрезвычайное Там же есть О том что Введено чрезвычайное Положение Локальное Да И будут наблюдать Да Значит Каждое это положение Имеет свой регламент Действий Я думаю что Нарушать этот регламент Никто не будет И там все прописано Выселять людей В данный момент Ничего не прописано Ничего не сказано Там про людей Это в положении Есть регламент Про приведение Чрезвычайной ситуации Локальной Я его не изучал Но наверняка Он подразумевает Определенный порядок действия Одни части Этого положения Были опубликованы Что вы прочитали Там Обращение с документами И так далее И тому подобное Фонд капитального строительства В том числе А есть еще тайная информация Нет Она не тайная Она просто Этот регламент Он опубликован В соответствующих документах И его надо просто изучить Чтобы компетентно говорить То есть Если о людях Если о людях Не сообщается О их выселении Это значит Что ситуация Не настолько критическая Я думаю Я думаю Мы это могли Не опубликовать А провести Это выселение Да ладно Если бы у нас Выселяли пятиэтажку Мы бы об этом знали Надо обратиться К регламенту В нем все прописано Поверьте По пунктам Все Через сколько Моментально выселять Должны Не моментально Или изучить В регламенте Все прописано Хорошо Мы изучим И вот такие регламенты Очень опасно нарушать И обычно их стараются Не нарушать Потому что Можно попасть Под уголовную ответственность Ладно Я буду надеяться На то Что дом простоит Все таки Хуже вот у нас С теми детскими садиками Безопасности О которых вчера Сообщил УНФ Безопасность детского садика Номер 96 Пингвинчик Я посмотрела Это МОПР Центр города Их не так И такие садики Есть в Вересниках Подобные Да их много везде Да Я сам обращался В наше управление По образованию И Всегда Я думаю Что Отсылка К отсутствию Средств В бюджете На ремонт Здания Веранды Каких-то конструкций На участке Для прогулок детей Так Да Я думаю Что При Правильном подходе И обращениях В администрацию Города Где будут Показаны Идеальное Критическое Положение Этих вещей Найдутся Ресурсы И действия На другие же Находим Какие-нибудь Другие мероприятия Я очень надеюсь Я очень надеюсь Упоминание Детского сада Пингвинчик В нашем эфире Заставит прислушаться Я думаю Что все время Говорит Что родители 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 Это совершенно Не должны Ну да Это неправильно И Ну все же Налогоплательщики Давайте Из наших Налогов Из наших Ресурсов Которые мы Платим Находить На это средство Или по согласию Все таки Да Чтобы Уж если родители Хотят заказать Какую-то Конструкцию На прогулочную Площадку В виде машинки Деревянной Новой Прогулочная Это самое Обсуждает А вопросы безопасности Это все таки бюджет Запасные выходы Это окна В надлежащем состоянии Чтобы они Их можно было Открыть и закрыть И много других Вопросов Которые возникают При эксплуатации Зданий детских садиков Не всех конечно Ну вот Те которые находят Старых Там есть очень много Вопросов Это Неправильно И территория Должна быть В надлежащем состоянии Чтобы дети Не проваливались У нас Под землю И не ломали ноги В незакопанные Когда-то Строителями У нас верандочки У которых Они как бы Там гуляют Размещаются И тоже проваливаются Под пол иногда Юрий Шлемензон Депутат Кировской Городской Думы Был у нас в программе Особое мнение Время наше заканчивается Юрий Львович К сожалению Говорим нашим слушателям До свидания До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры